Федеральный закон номер 186, который вступил в силу с 1 сентября 2013 года, предусматривает значительное ужесточение наказаний за нарушение правил дорожного движения. В частности, введены повышенные санкции за управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Однако даже заоблачные штрафные санкции, по мнению мировых судей, не пугают нерадивых водителей. Так, по итогам 2013 года, количество административных дел в части нарушения правил дорожного движения не только не уменьшилось, но и увеличилось. Впрочем, в этом году тенденция сохраняется. За 2013 год всего наложено штрафа по статье 12.8.12.26, это самые тяжкие статьи в области правил дорожного движения, на 3 миллиона 965 тысяч рублей. Цифра очень большая и сразу же могу сказать, что уплачено добровольно только около 400 тысяч рублей. Ходить далеко не надо. Еженедельно по средам в мировом суде Полевского рассматривают по несколько десятков административных дел в части нарушения правил дорожного движения. В сегодняшний день не стал исключением. И вот первый ответчик. Прежде чем начать судебное разбирательство, судья разъясняет нарушителю его права. Вы имеете право знакомиться со всеми материалами, делать, давать объяснения суду, представлять доказательства, заявлять ходатайство, отводы, пользоваться юридической помощью защитника. В соответствии с 51-й Конституцией Российской Федерации в праве не свидетельства отношения себя и своих близких родственников. Право понятным? А спустя 15 минут судья оглашает свое решение. Лишение прав управления автомобилем сроком на полтора года и административный штраф в размере 30 тысяч рублей. Кстати, согласно законодательству, после вступления решения суда в законную силу, ответчику необходимо уплатить штраф в течение двух месяцев. В противном случае мы будем вынуждены направить по истечению указанного времени, в течение 10 дней, службу судебных приставов для принудительного взыскания с вас административного штрафа, который, в свою очередь, при получении постановления о взыскании с вас штрафа в части именно 30 тысяч рублей, вправе составить протокол по части 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений, а именно за несовременную плату штрафа, за которую будет предусматриваться ответственность либо административный арест до 15 суток, либо обязательной работы до 50 часов, либо, значит, штрафа, уплата штрафа, но двойная сумма будет. То есть, если у вас 30 тысяч рублей вот сейчас уже есть, то не менее, получается двойной, 60 тысяч рублей. Но это уже будет на усмотрение суда, какое наказание вам назначить. В ходе процесса судья, обычно учитывая так называемые смягчающие обстоятельства в этом случае, говорит Елена Агапова, к нарушителю могут быть применены менее жесткие санкции. Кстати, только штрафными санкциями и лишениями прав управления мировые судьбы отнюдь не ограничиваются. В связи с нововведением в перечень наказаний теперь входят и обязательные работы. В принципе, мы стали применять такую меру наказания, как обязательные работы. У нас довольно-таки много таких уже восстановлений о назначении наказания обязательной работы. Назначаются они тогда, когда арест, может быть, человек действительно раскается с один, какая-то уважительная причина у него была. Допустим, говорят, что там нужно было ребенку ввести срочно в больницу. Конечно, это не основание, чтобы нарушать. Но есть раз такое мера наказания, как обязательные работы, то суд может и назначить более мягкую меру наказания. Елена Агапова также рекомендует водителям не отказываться от медицинского освидетельствования, ведь здесь также предусмотрено административное наказание. И еще, прежде чем сесть за руль своего автомобиля, будучи уже лишенным права управления, хорошенько подумайте. Допустим, лицо привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 12.8 и назначили ему наказание полтора года лишения плюс штраф 30 тысяч. Восстановление вступило в законную силу. Через 10 дней, допустим, через 20 дней, когда уже вступило в закон, он вновь садится в состоянии опьянения и управляет транспортным средством. На него будет составлен протокол уже по части 4 статьи 12.8, как повторное нарушение и наказание, там альтернативы не предусматривает, 3 года плюс 50 тысяч штраф. Так, по итогам 2013 года административному аресту подверглись 139 водителей. Право управления автомобилем лишились 464 человека. И это не считая обязательных работ и штрафов. Татьяна Усынина, Александр Полищук. Новости нашего города.